Да! Вот он! Катак! Но мы его нашли! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И добро пожаловать в новый видеоролик, где мы с вами отправимся на дно! Но до этого дна сначала нужно доехать. Мне, как обычно, подписчики написали новое место, новую локацию, и там якобы заткнул мотоцикл. Причем такой массивный, интересный, прикольный. Подписчики, конечно, обещали Харли Дэвинса, но я в это пока слабо верю. Хотя, чем черт не шутит? Давайте мы с вами отправимся на ту локацию, где затонул этот мотоцикл, и посмотрим, есть ли там что-нибудь. В общем-то, если верить навигатору, то мы прибыли на нужную локацию. И водоем, где затонул мотоцикл, должен быть здесь, где-то здесь. Конечно же, естественно, сегодня мы будем погружаться с помощью акваланга, по-другому дно не исследовать. Ведь, как вы понимаете, мотоцикл-то где-то на дне, можно его достать магнитом, но сначала нужно понять, где он именно. Потому что, ё-моё, потому что водоем огромный. Блин, на карте он мне не казался таким большим. Чёрт. Ладно, давайте одевать снаряжение и отправляться на дно. По сути дела, это карьер, или же озеро. Не знаю, как это правильно называть, и кто-то сюда, предположительно, скинул мотоцикл. Куда именно, мы не знаем, поэтому придётся плыть. Дно мне показалось довольно-таки странным. Оно и не песчаное, оно и непонятно какое, оно из какой-то тряпичной фигни состоит. Я плыл, плыл, плыл и понял, что, короче, вот так вот по контуру делать здесь нечего. Скорее всего, тот, кто бы затопил здесь мотоцикл, сделал это следующим образом. Он отсюда скатился и улетел туда, далеко-далеко, на центр этого озера. Поэтому нужно было погружаться. Поэтому мы решили свернуть с нашего маршрута за Ухаб. Чёрт возьми. С одной стороны, эта авантюра интересная, но с другой стороны, такая опасная. Ведь там очень большая глубина и очень холодно. Местность на том водоёме очень резко поменялась. Вокруг меня сначала была вроде бы какая-то пустыня из непонятно чего. А потом появились повсюду скалистые, жуткие, какаменелости. Мы спустились на глубину 29-30 метров. И над нами был огромный небосвод. Точнее, небосвода не было. Была лишь толща воды. И повсюду эти горы, скалы. Это выглядело очень завораживающе. Скалами можно было, конечно, любоваться бесконечно. Потому что они другие. Вокруг меня горы. Но представьте, если бы всё это было заполнено водой. Это бы работало по-другому. Но я помнил про миссию. Я должен искать мотоцикл. Но пока найти его мне не удавалось. Решение было очевидное. Нужно было спускаться ещё глубже. Мы плыли, плыли, плыли и... Да! Вот он, мотоцикл! Реальный мотоцикл! Как так? Но мы его нашли. И причём, посмотрите на него. Он стоит. Он не просто упал, заживел, сгнил. Он реально стоит. И это, между прочим, мотоцикл Ява. Вау! Круто! Это круто! Я решил его полностью осмотреть. И заснять его для вас. Вау! Офигеть! Ну и, конечно же, я же не мог удержаться, чтобы его не прокатиться на нём, ребят. Ну вот я его и оседлал. Вау! Субтитры делал DimaTorzok Было круто, я был несказанно рад своей находке, он как бы ходил, в принципе, этот мотоцикл можно поднять, заарканить его магнитом или еще как-нибудь, то есть он довольно-таки легкий, если сравнивать, допустим, с тем же автомобилем, который нам удалось найти вот в этом видеоролике, это возможно, вполне себе, почему бы нет, и вообще, я не знаю, что с ним делать, напишите ваши версии в комментариях, я бы, может быть, и придумал, но у меня заканчивался газ в баллоне, и нужно было подниматься. Субтитры делал DimaTorzok Завести под водой, не знаю, получится ли его, но давайте мы как сделаем, если вы наберете 25 тысяч лайков под этим видеороликом, я возьму с собой Вадима Шлака, мы его прямо на дне починим. Вообще, на самом деле, это не самая наша крутая находка на дне, я даже умудрился как-то найти самолет и много что другого интересного под водой. Вот, посмотрите, целый плейлист, там реально собраны крутые, интересные видеоролики, если вам нравятся подводные дайверские приключения, то обязательно его посмотрите, потому что там много крутых, необыкновенных затопленных находок. Вообще, меня поражает сам факт присутствия там, вот под водой, ведь там нет никого, кроме тебя и твоего партнера по давингу. Ты отправляешься на исследование, там очень холодно, жутко, это безвоздушная среда, и кто знает, что там может произойти, вы только вслушайтесь в окружении. Там страшно, жутко, одиноко, непонятно, холодно, очень холодно, даже в защитном гидрокостюме там чертовски холодно, ребята. Это типа не море, это озеро, там стоячая вода, она не прогревается вообще нифига, там реально холодно, 4 градуса воды, это просто жесть. И там была такая температура, и я пошел туда, отправился туда. Но это понятно, я снимаю видеоролики для вас, а остальные люди-то зачем этим занимаются? Конечно, речь, наверное, идет о каком-то эстетическом удовольствии, о жажды первооткрытий, каких-то новых ощущений и так далее. Напишите вы в комментариях, как вы относитесь к подводным погружениям, хотели ли вы где-нибудь погрузиться, или может быть посмотреть на что-то затонувшее, как мы на мотоцикл в этом видеоролике. В любом случае, надеюсь, что это видео вам понравилось, вы поставите под ним лайк, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия, мы с вами увидимся совсем скоро, пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые, советую тебе их посмотреть.